В эфире канал России итоговая информационная программа событий недели в студии Шамес Пхешков. Доброе утро. В Карачаево-Черкесии почтили память жертв политических репрессий против казачества. И вот с какими словами обратился глава республики Рашид Темрезов к жителям Карачаева-Черкесии. Нынешнему поколению казаков доверена ответственная задача возрождать потерянное, сохранять и приумножать то, что удалось сберечь. К этому прилагает все силы и баталпашинский отдел Кубанского казачьего войска. Пусть светлой памятью жертвам политических репрессий станут добрые дела и начинания во благо нынешних и будущих поколений во имя процветания нашего общего дома России. Представители казачества внесли немалый вклад в становление и развитие Карачаевой-Черкесии. В республике возрождаются традиции, действуют казачьи классы. Недавно в Кардоникской был установлен мемориал основателем станицы Кардоникской. Сегодня в рубрике «Наше наследие» мы расскажем о том, что предшествует возрождению этого памятника. С подробностями Шерифат Лепшокова. Карачаева-Черкесия имеет давние казачьи традиции и неспроста. Ведь наша столица еще меньше ста лет назад была станицей Баталпашинской. Сегодня так называется республиканский отдел Кубанского войскового казачьего общества. Его члены занимаются патриотическим воспитанием детей и подростков. Учат школьников тому, что, как и прежде, честь и доброе имя для казака дороже жизни. Станица Кардоникской хорошо помнят о своих корнях. И возведение памятника в 2018 году тому свидетельство. На казачьем правлении решили, атаман, наши старики, правление, решило построить памятник основателям станицы Кардоникской. И вот мы собрались, решили, долго мы искали эскиз, какой будет красивый памятник. Ну, много искали, нашли вот такую фотографию. У нас там были у стариков фотографии, нашли вот такую фотографию. Значит, с одной стороны казак с лошадью, на второй стороне там, значит, божья мать и, значит, казачка с казачатами. Станичники отдали дань уважения женщине-казачке. Она была хранительницей семейного очага, воспитывала детей, следила за хозяйством, работала в поле, пока муж воевал. Заместитель атамана Зеленчукского районного казачьего общества Евгений Коломойцев рассказал, что кубанское войско было единственным, где женщинам разрешалось присутствовать на кругу, в высшем законодательном казачьем органе. Казачки имели право совещательного голоса. Но в первую очередь женщины были верны традициям. В Зеленчукском музее бережно хранят предметы быта и утвари, которыми пользовались казачки. При всей тяжести их труда они находили минуту для радости. Музыка была их неотъемлемой частью. В музее можно увидеть и мужской казачий пояс с нашивкой, газыри, нательный старообрядческий крест. Возможно, что эти вещи принадлежали первым казакам, прибывшим в 1855 году на место будущей станицы. Их было 17 человек. Они выкопали два рва шириной 5 метров и глубиной 3 и начали охранять кордон. Так появилось название Кордоникская. В середине 19 века на месте Кордоникской была казачья застава. Первые поселенцы стали основателями станицы. Установленный им памятник – это не только дань уважения предкам, но и символ возрождения казачества в регионе. Вслед за первыми казаками потянулись другие. Им разрешили поселиться за рвами и начать строиться. Дали земельные наделы. Новопоселенцы входили в военно-оборонительную линию. Позже боролись вместе с горцами против Османской империи. Казаки учили своих детей с уважением и терпимостью относиться к традициям и вере коренных жителей. Было развито куначество. И сегодня в Кордоникской казаки и корочаевцы живут вместе. Потомственный казак Иван Босса вспоминает, его предки были из-под Полтавы, а своих дедов он и не видел никогда. В 19-м году в разгар гражданской войны началось расказачивание, и они были репрессированы. Были позабыты заслуги казаков в Первой мировой войне, а они были немалые. Чуждые трусости, верные родине воины всегда были на первой линии. Полных кавалеров, георгиевских кавалеров, награжденных четырьмя крестами, 160 человек по кубанскому войску. Из них и есть житель станицы Кордоникской, Быковский Андрей Кондратьевич. Кроме того, есть около десяти человек и награжденные крестами четвертой, третьей и второй степени. Если брать историю Великой Отечественной войны, то гордостью кордоничан является Анна Владимировна Никулина. Доска, в ее честь, она водрузила знамя победы над рейс-канцелярией. За этот подвиг ее наградили орденом Красного Знамени. Знаменитый враг Анкола Гбутов, участник Великой Отечественной войны, тоже был из станицы Кордоникской. В республике им установлены памятные доски. При школах созданы классы казачьей направленности. Только в Кордоникской их целых четыре. Ребятам рассказывают об истории казачества. На занятиях им стараются прививать любовь к родной земле. Мы стараемся, чтобы порядок в станице был. Дежурим, ходим, казаки. Праздник, как и любые, церковные, даже такие светские, советские. Все мы помогаем администрации нашей, чтобы порядок был в станице. И молодежь у нас, сейчас молодежь к нам тоже начинает привлекаться. В своей истории казаки бывали по разной стороне баррикад. Но всегда их объединяла любовь к родине. Преданные корням, они сегодня по-прежнему в строю. Шереват Левшокова, Алий Бустанов, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял ряд мер по недопущению распространения COVID-19 в республике. Так, с 26 января по 5 февраля включительно все школы Карачаева-Черкесии переведены на дистанционный режим обучения. Временно приостановлена работа учреждений дополнительного образования детей. На дистанционный режим обучения также переведены студенты вузов и СУЗов в Карачаево-Черкесии. Медицинские организации первичного звена здравоохранения переведены на экстренный режим работы. Плановая медицинская помощь временно приостановлена. Напомню, в регионе сохраняются требования о переводе не менее 30% работников учреждений и предприятий на удаленный режим работы и самоизоляцию. Для лиц старше 60 лет, не прошедших вакцинацию. Кроме того, сохраняются требования к ношению средств индивидуальной защиты в общественных местах, соблюдение социальной дистанции в учреждениях общепита, всех мер эпидембезопасности. Глава республики призвал жителей проявить осознанность, быть внимательными к своему здоровью, к окружающим нас людям. При первых же симптомах оставаться дома и обращаться к врачам. К населению республики на этой неделе обратился и министр здравоохранения Казим Шаманов. Он отметил, что принятые решения сложились из-за эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости сезонным ОРВИ и COVID-19. Планирует организовать медицинские бригады, которые будут оказывать профессиональную помощь на дому. Врачи говорят о достаточно легком течении омикромштамма. Это боль в горле, легкое недомогание, небольшая температура и больные проходят лечение амбулаторно. Казим Шаманов отметил, что запланирован ряд стратегических действий в случае роста нагрузки на систему здравоохранения. Данное заболевание, как вы уже все слышали и знаете, характеризуется в первую очередь высокой заражаемостью. Мы видим и сталкиваемся с ситуацией, что в некоторых регионах России, в некоторых странах, где сегодня омикрон достиг пика заболеваемости, очень много медработников сегодня выбрали из строя. И оказывать квалифицированную медицинскую помощь, ложиться на плечи тех, кто еще остался в строю, это достаточно тяжело. Не каждая система здравоохранения готова это выдержать. Министерством здравоохранения Российской Федерации издан приказ за подтверждение перечня медицинских противопоказаний проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции. Какие новые противопоказания вступили в силу, расскажет врач-инфекционист городской поликлиники Черкеска. С подробностями Корчаби Джеев. Новый штамм омикрон дошел до нашей республики. Он характеризуется тем, что у него короткий инкубационный период. Кратковременный контакт может привести к мгновенному заражению. Врачи предупреждают, что все симптомы характерны для простуды и ОРВИ. Боли и першения в горле, заложенность носа, насморк, повышенная температура, слабость, мышечные боли. А это означает, что без подтверждения лаборатории поставить диагноз коронавирусная инфекция невозможно, говорит врач-инфекционист городской поликлиники Черкеска Юлия Ионова. Поэтому вопрос вакцинации остается приоритетным. Многие пациенты до сих пор беспокоятся о противопоказаниях к вакцинации. И эти противопоказания не поменялись. То есть это наличие непереносимости одного из компонентов, которые входят в состав вакцины. Наличие в анамнезе тяжелой аллергической реакции любого характера, в смысле не только от вакцинации. Если у человека было на медикаменты, именно тяжелая аллергическая реакция. Такие как анафилактический шок и отек к винке. Сыпь, зуд, как бы это не является тяжелыми реакциями. Наличие у человека в анамнезе тяжелой аллергической реакции на введение вакцины. Любой. В том числе и местного характера. В сопровождении повышенной температуры, более 40 градусов, все острые заболевания, инфекционные и неинфекционные. Обострение хронических заболеваний. Для определенных вакцин есть свое противопоказание. Более расширенные это онкологические заболевания, которые человек получает, какую-то терапию, химиотерапию. Нельзя делать таким пациентам эпивак и ковивак. Именно вот эти вакцины могут провоцировать рост этих заболеваний. Поэтому если у человека активное онкологическое заболевание, неважно какой локализации, именно эти вакцины не рекомендуются. Это не касается спутника, спутника лайт, только эпивака и ковивака. Нельзя эти же вакцины беременным и кормящим. Именно эпивак и ковивак и спутник лайт. То есть беременным разрешен только спутник ВИ. Только на эту вакцину дали разрешение. Все вакцины отличаются по составу и механизму действия. Врач-инфекционист отметила, что это не должно останавливать людей. Есть специалисты, которые могут проконсультировать пациентов перед проведением вакцинации. Даже после того, как человек переболел, по окончанию шести месяцев он может сделать вакцинацию, для того, чтобы обезопасить себя и своих близких. Карчабиджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Главный санитарный врач Карачаева, Черкесия Сергей Бескокотов рассказал о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса на территории республики. Он еще раз сказал, что всем гражданам следует неукоснительно соблюдать меры профилактики в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и следить за гигиеной рук. Сергей Васильевич еще раз напомнил о том, что при заболевании острой респираторной вирусной инфекцией даже в случае легкого недуга необходимо обратиться за консультацией к медицинскому работнику. Также он отметил, что все заболевшие новым штаммом омикрон изолированы и лечатся амбулаторно. Ситуация под контролем, подытожил руководитель управления Роспотребнадзора по Карачаевой Черкесии. С сегодняшнего дня находиться дома, если вы были в контакте с больным новой коронавирусной инфекцией и соблюдать режим самоизоляции необходимо 7 суток с датой последнего контакта. Это касается всех, кто получил постановление или устный телефонный звонок о том, что он был в контакте и ему нужно находиться дома. Это касается медицинских работников, контактных больных в лечебных учреждениях, но и всех остальных, кто контактировал с инфекционным больным. В нашей республике, начиная с второй недели этого года, или первой рабочей недели, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Если сравнить с цифрами заболевших, которых мы выявляли в течение суток до конца этого года и в начале этого года, то заболеваемость у нас выросла более чем в два раза. И, к сожалению, этот рост сейчас продолжается. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров 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 А.Егорова Медалью за отвагу награжден сотрудник отдела МВД России по Малокарачаевскому району Адыхам Борисович Тахчуков. За заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели и служебные деятельности награждены медалью за отличие в охране общественного порядка сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по Карачао-Черкесии Аскер Абдурзаков, Сергей Косенко, Игорь Лищенко, Артем Шимкин, а также инспектор УГИБДД Олег Камов. Напомню, 11 декабря 2020 года на одной из улиц села Учкикен произошел подрыв двух самодельных взрывных устройств. Благодаря профессиональным действиям и выдержке Адыхама Тахчукова сотрудникам правоохранительных органов удалось укрыться от взрыва. Шесть человек, в том числе сам Тахчуков и вышеуказанные сотрудники, получили легкие ранения. Кибермошенники продолжают изобретать все новые схемы обмана добропорядочных людей и не прекращают наращивать потенциал своего технического арсенала. Правоохранительные органы и специалисты финансовой сферы призывают граждан быть максимально бдительными при поступлении подозрительных звонков и не вестись на уловки злоумышленников. Как обезопасить себя и свои финансы в материале Ахмата Халкечева. Самая распространенная схема обмана кибермошенников это когда злоумышленники звонят на телефон и представляются сотрудниками МВД, других правоохранительных органов или службы безопасности вашего банка. Собеседнику говорят, что с его банковского счета были зафиксированы попытки подозрительных операций и просят оказать содействие в поимке преступника. Если мошенникам удается убедить жертву в реальности придуманной ими же истории, они выманивают персональные данные и другие сведения, которые им нужны для хищения сбережений. В иных случаях потерпевших убеждают перечислить свои деньги на некий безопасный счет, с которого уже реальные преступники и забирают чужие деньги. В подобных случаях необходимо прервать разговор, связаться с дежурной частью подразделения, где якобы служит указанный собеседником сотрудник, и уточнить, действительно ли он проходит там службу. Не следует передавать неизвестным лицам конфиденциальную информацию о счетах и банковских картах. У кибермошенников очень продуманная и хитрая схема. Как правило, псевдоработники банка звонят человеку именно в такой момент, когда он находится в наиболее расслабленном состоянии. Вначале ведут тонкую психологическую игру, чтобы нагнать больше страху. Наши коллеги, журналисту Шахризи Богатыревой, тоже позвонили якобы из банка ранним утром выходного дня. На другом конце мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, с тревоженным голосом сообщил ей, что ее банковские счета взломали преступники и пытаются оформить на нее кредит. Опытный журналист хоть и была наслышана об уловках и психологических приемах кибермошенников и сама не раз писала об этом, чуть была и сама не стала жертвой. Меня спасли в первую очередь чуткий лингвистический слух и не совсем логичные действия преступников, рассказывает она. Сказали, что вот эти преступники хотят взять на мое имя 200 тысяч рублей. И я все, что могу сделать, взять ответный кредит, тем самым, если будут браться два кредита, два кредита не будут одобряться, а мы сделаем все, чтобы ваш кредит прошел, а чтобы быть абсолютно спокойными, вы эти деньги должны перевезти нам. И вот сейчас с вами будет говорить там какой-то следователь Карпенков, сказал мне этот сотрудник банка по фамилии Островский. Вот, ну уж, вы знаете, что меня вот все время настораживало. Это был чистый русский говор, но это был не говор Юга России. Для того, чтобы как можно больше людей могли просвещаться и не попадаться в сети злоумышленников, Банк России разработал сайт Финкульт.Инфо, адрес которого вы видите на своих экранах. На данном ресурсе самая актуальная информация о новых мошеннических схемах и способах защиты от них. Представитель кредитной организации либо правоохранительных органов никогда не будет требовать от вас сообщить данные вашей карты или перевести денежные средства. Ключом к доступу к вашим средствам может являться информация, которая содержится непосредственно на карте. Это CVV-код, три цифры, которые расположены на обороте карты. И информация о сроке действия карты, которая указана на самой карте. Нужно быть также особенно внимательна к информации, которая поступает вам из банка в виде смс либо пуш-уведомлений и содержит коды и пароли. Первое, что должен сделать каждый, чтобы обезопасить себя, не принимать звонки с подозрительных номеров. Но в последнее время злоумышленники начали пользоваться программами, которые могут дублировать телефонные номера банковских служб. В этом случае необходимо незамедлительно завершить разговор и самим связаться со своим банком и полицией. Ахмат Халкечев, Максим Долгов, Роберт Жигутанов, Вести Крачаева, Черкесия. Укрепление кадрового потенциала и наращивание материально-технической базы вузов, увеличение бюджетных мест по социально востребованным профессиям и инженерно-техническим специальностям. Все это направление народной программы партии «Единая Россия» о том, какие из мер работают в регионе, говорили участники круглого стола, депутаты парламента, представители Министерства образования и науки республики, вузов и СУЗов. С подробностями Мурат Дженкезов. Региональный координатор партийного проекта «Новая школа Единой России» депутат парламента Татьяна Черняева, открывая встречу, отметила, что в ближайшие два года дополнительно будут направлены федеральные субсидии на капремонт и техническое оснащение педагогических вузов для качественной подготовки будущих учителей и увеличения бюджетных мест. Такие задачи – обеспечение равного доступа, получение высшего образования для всех – учащихся, студентов, колледжей, а также людей разного статуса, из разных населенных пунктов, чтобы каждый человек в нашей стране мог иметь доступ к высшему образованию. Также вузы будут получать гранты на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. Мы с вами видим, что у нас идет старение кадров. Идет старение кадров, нам необходимо обновить, необходим качественный состав, а для этого нужно менять методики, программы обучения в высших учебных заведениях. Мы с вами знаем, вы над этим работаете, вы знаете. По инициативе «Единой России» в федеральном бюджете предусмотрены средства и на капремонт общежитий вузов. Однако учебные заведения столкнулись с одной проблемой. Все расходы по составлению проектно-сметной документации ложатся на их хрупкие бюджетные плечи. Сегодня для того, чтобы участвовать в любых программах капитального ремонта строительства, нужна проектно-сметная документация, ПСД так называемая. К сожалению, это ложится сегодня на плечи общественных университетов, образовательных организаций. Большинство вузов не имеют такой возможности сами за свой счет разрабатывать эту документацию. Говорили также и о нехватке на рынке труда представителей инженерно-технических специальностей. Я вам приведу пример на одном из больших совещаний. Строители задают вопрос. Дайте нам инженерные специальности, специалисты, инженеров-строителей. Вы знаете, какой бум у нас строительства. И в республике, и в Архизе строятся гостиницы. И, к сожалению, и строительные специальности, и сварщиков не найдешь хороших. Потому что мы их очень и очень мало выпускаем. Решению этих и других вопросов будет уделяться самое пристальное внимание. В том числе путем внесения предложений по корректировке соответствующих статей федерального законодательства. Мурат Жангёсов, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Плодотворный досуг для студенчества в Министерстве по делам молодежи Карачаева-Черкесии прошел интеллектуальный турнир по игре «Лига эрудитов». В состязании приняли участие 8 команд, представлявшие различные вузы республики, а также молодежные движения. За ходом интеллектуального состязания наблюдал Алихан Лепшоков. Развитие студенческой среды – тренда на интеллектуальный досуг. Это и есть основная цель проведения интеллектуального турнира «Игры Лига эрудитов». Автор и ведущий проекта Миран Зугов задавал разные вопросы, в частности, касаемо истории Карачаева-Черкесии. Председатель жюри и заместитель министра по делам молодежи республики Расул Найманов подчеркнул, что в ходе игры можно заметить уровень эрудиции знаний у студентов. И мы надеемся, что такие мероприятия станут началом нашего тесного сотрудничества с молодежью. Мы хотим задать такой том, при котором молодые люди могли бы не только участвовать в этом процессе, но и приходя сюда, просто приобщаться и понимать, что это место их дом, что это то пространство, которое в каком-то смысле работает для них. И для нас это еще является таким дополнительным поводом, чтобы, может быть, уже сразу задать для себя такую планку, при которой мы бы хотели бы, чтобы весь год наш прошел с максимальной вовлеченностью для молодежи, с одной стороны, а с другой стороны, с тем, чтобы мы могли вещи, которые мы притворяем в жизни, сделать максимально комплексными. Та команда, кто быстрее нажмет на сигнальную кнопку и правильно ответит на все вопросы турнира и станет победителем игры Лига эрудитов. Для нас это возможность с пользой провести наш досуг, узнавая что-то новое для себя и поближе познакомиться с другими участниками, отмечают студенты. Мы готовились к более серьезным вопросам, нежели кто певец, кто спортсмен. Мы готовились к географии, истории Карачаева, Черкесии. А так, в целом, игра хорошая. Мы учимся соревноваться между собой и придерживаться определенных правил. А веселье всегда весело познакомиться с новыми студентами, с другими ребятами. Я считаю, в первую очередь, это получение знаний, знания о своей родной республике, о своем отечестве. Я считаю, это основное, что должен знать каждый человек о своем доме, в котором он живет. Ну и, во вторую очередь, это уже новый способ общения, коммуникации, знакомства с новыми ребятами. И, само собой, просто приятное время при пророждении. В итоге победителем интеллектуального турнира игры Лига эрудитов стала команда КЧГУ имени Умара Алиева. А второе и третье место получила команда Северокавказской государственной академии. А отдельным призом от автора проекта Амирана Дзугова досталась команде «Молодая гвардия молодежного движения» партии «Единая Россия». Али Халеб Шоков, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. Четвертое место занял напиток из Карачаева, Черкесии, Айран в рейтинге национальных напитков России. Российский сайт бронирования жилья для отдыха твил.ру опросил пользователей социальной сети и выявил, какие напитки регионов России могут стать национальной идентичностью страны. Стало известно, что большинство россиян проголосовали за знаменитые ван-чаи. Также в топ-10 вошли напиток «Пьянящая паза» из Мордовии, «Башкирский кумыс», «Нарзан» из Таврополя, «Свекольный квас» Краснодарского края, «Айран» из Карачаевой Черкесии, «Быпах» из Якутии, «Пшеничная буза» из Крыма, «Чигень» из Алтая и «Соленый чай с маслом» из Бурятии. Для кого снегопад – проблема, а для кого сказка, куда хочется возвратиться вновь и вновь. Именно такая сказочная атмосфера сейчас наблюдается на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Архыз». Воздух курорта заряжает энергией, а склоны насыщают кровь адреналином. Альбина Ламкова из «Архызской сказки». Просто супер! Зимняя сказка в Архызе не может оставить гостей равнодушной. Здесь можно отдохнуть от городской суеты всей семьей. В 10 километрах от поселка Архыз находятся две туристические деревни «Романтик» и «Лунная поляна», на которых работают четыре канатные дороги. Мной целью было действительно впервые вывезти детей в горы. Это их первая поездка на серьезный горнолыжный курорт. Место очень понравилось. Оно достаточно тихое, спокойное. Мы живем в селе Архыз. Опять же, для детей это, видимо, оптимально, чтобы была такая спокойная обстановка. И трассы, погода. Нам очень повезло с погодой. Одинаково весело как взрослым, так и детям. В Архызе можно отдыхать не только горнолыжникам, но и тем, кто хочет провести время с пользой как для здоровья, так и просто насладиться роскошными зимними пейзажами. Хоть курорт и молодой, но список развлечений растет с каждым днем. Туристы из Москвы, выбирая его, внимательно оценили качество трассы и канатных дорог. Отдыхается отлично. Долго планировали. Причем мы выбирали именно курорт, который подошел бы для отдыха с детьми, поскольку они у нас только начали кататься на сноубордах. Важно было, чтобы им было в первую очередь комфортно. Все нравится, все здорово, трассы отличные. Во второй половине дня, конечно, уже их достаточно сильно раскатывают, но в целом это не мешает получать массу удовольствия. Не страшно было на сноуборде? Ну, сначала было немного страшно, потом, когда начали осваиваться, уже не так. Ну, да, сначала было при вкушении, что там, тут прям горы, а тут нормальные трассы. Горнолыжный курорт Архейс компактный, динамично развивается и совершенствуется. Отдохнув в этом месте хоть раз, туристы приезжают вновь. Ой, отлично отдыхается, погода великолепная. Ну, вообще, на мой избыль один раз, второй раз приехали, из-за того, что есть очень красивая природа, очень хорошие погодные условия, мягкие гримы. Ну, и потом трасса понравилась. Ну, я здесь уже второй, третий раз, ну, мне очень нравится. В плане того, что я раньше приходил просто тут, как бы, гулял, а сейчас я стал на сноуборд, как бы, научился кататься. Уже намного больше, как бы, желания сюда приехать и покататься. Мне хорошо нравится, очень горный воздух. Есть и те, которые впервые приехали в Архейс и не пожалели о выбранном месте отдыха. Первый раз в Архейсе. Больше всего понравилась поездка на фуникулерчиках, там тоже катался первый раз, и на сноуборде. Тут очень добрые люди. Могут помочь, где-то уступить деньгами. Но в основном инструкторы очень недоходчиво объясняют и очень помогают. Пребывание в горах запомнится надолго Алине не только активным отдыхом, но и романтикой пейзажа. Поэтому она и уверена в том, что вновь насладится зимней сказкой в Архейсе. Альбина Ламкова, Ольга Савенко, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами. До встречи. Агрокавказ. 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 Радио России. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте радио России Карачаева-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова